Приветствуем всех у нас на канале. Сегодня в выпуске. Авторы Call of Duty Warzone рассказали о новой функции античит-системы Ricochet. Unity может провести крупную волну сокращений до конца года. Анонсирован новый анимационный фильм по вселенной Ведьмак и многое другое. Разработчики Call of Duty Warzone поделились свежими подробностями об обновлении античит-системы Ricochet. В частности, пользователям представили функцию под названием Splat. В случае обнаружения читера в начале матча она отключит возможность открыть парашют, а после того, как персонаж-нарушитель разобьется об землю, его выкинет из игры и аккаунт получит блокировку. Если же читер обнаружит уже посередине матча, то функция Splat может резко поднять его в воздух и сбросить вниз без возможности открыть парашют, после чего пользователь будет заблокирован. Отмечается, что подобное будет происходить не со всеми читерами. Вероятнее всего, большую часть нарушителей просто станут блокировать без предупреждений. Недляем в студию анонсировали новый платный набор для файтинга Mortal Kombat 1. В него включены три дополнительных Fatality, среди которых зимние и Fatality в честь Дня Благодарения. Стоимость пакета составит около 30 долларов. При этом пользователи, купившие дополнение с платным хэллоуинским Fatality, получат доступ к набору бесплатно. Релиз пока ожидается на следующей неделе, подробной даты пока нет. Напомним, решение продавать набор отдельно компания Warner Bros. приняла в рамках новой политики по превращению своих ведущих франшиз в игры-сервисы. Разработчики CEO Films анонсировали новую раздачу подарков через функцию Twitch Drops. Акция пройдет в период с 17 по 20 ноября. В рамках мероприятия пользователям потребуется смотреть стримеров по игре, у которых доступна раздача, по часу для каждого подарка, всего 4 часа. В награду можно будет получить два предмета оружия и два музыкальных инструмента из набора Rascal Sea Dog. Компания Disney сообщила о смене сроков выхода фильма «Муфаса. Король лев» спин-оффа ленты 2019 года. Так, запуск фильма в кинотеатрах отложили с 5 июля 2024 на 20 декабря того же года. Ранее компания объявила о переносе ряда картин Marvel. В итоге единственным проектом студии в следующем году станет Deadpool 3. Netflix выпустили короткий тизер анимационного сериала по вселенной «Мир юрского периода». Он получил под заголовок «Теория хаоса». В ролике продемонстрировали первые кадры грядущих серий. Проект станет продолжением шоу «Мир юрского периода. Лагерь мелового периода», в котором фанат динозавров Дариус Боумен оказывается в тематическом лагере, где происходит побег до исторических существ. Подробности истории и количества эпизодов «Теории хаоса» пока не раскрываются. Премьера намечена на 2024 год, пока без точной даты. «Натидокс» сообщила об уходе из команды бывшего вице-президента и главы технологического отдела Кристиана Гирлинга. Информация появилась в социальных сетях разработчиков. Представители студии сообщили, что его должность займет Трэвис Макинтош, один из самых опытных специалистов «Натидокс» со стажем в 19 лет. Напомним, Гирлинг присоединился к студии в 2006 в качестве программиста и работал над созданием всех проектов серии «Uncharted» и «The Last of Us». В 2017 он стал руководителем отдела программирования, в 2020 перешел на должность вице-президента студии, а в июле текущего года стал главой технического отдела. Unity может провести волну сокращений штата в четвертом квартале текущего года. Информация появилась из финансового отчета компании. Сообщается, что данное решение поможет ей сократить расходы. Помимо увольнений предусматривается уменьшение площади офиса, а также прекращение выпуска менее ценных для клиентов продуктов. Вся процедура внесения изменений должна продлиться до первого квартала 2024 года. Студия Digital Extremes провела масштабную реструктуризацию. В рамках мероприятия уволили часть сотрудников, а также закрыли издательское подразделение. Также в ближайшее время Digital Extremes полностью передаст контроль над Wayfinder ее разработчикам из Airship Syndicate, которые объявили о намерении продолжать поддержку тайтла. Другой информации по процедуре пока нет. Konami сообщили об открытии новой внутренней студии под названием Silent Production Team. Согласно официальному анонсу, команда будет заниматься разработкой и поддержкой французы Silent Hill. Отмечается, что студия будет оснащена High End ПК для разработки и получит доступ к движку Unreal Engine. На данный момент Konami ведет набор сотрудников для команды. Других подробностей нет. Компания Nexon поделилась подробностями об успехах и прогрессе шутера The Finals. Так, в свежем финансовом отчете издатель отметил, что в бете шутера приняло участие 7,5 миллионов пользователей, что значительно превзошло ожидания разработчиков. Тем более такое число игра смогла собрать с минимальным количеством маркетинга. Помимо этого, The Finals стала лидером в Steam среди проектов по количеству добавлений в список желаемого. В итоге Nexon отметила, что игра вполне готова к релизу до конца текущего года. Журналисты предположили, что если компания будет придерживаться своих заявлений, то запуск The Final может состояться в ходе предстоящей The Game Awards 2023, которая намечена на 7 декабря. Из Activision Blizzard ушел художник Сэмуэс Дидье, проработавший в компании 32 года. Официальную информацию он опубликовал на своей странице в Twitter. Напомним, Дидье начал работать в Blizzard в 1991 году. С того момента он принимал участие в разработке практически всех игр компании, начиная с The Lost Vikings и заканчивая Warcraft Rumble. После увольнения Дидье планирует заниматься своими проектами и делами. Студия Southpaw Games назвала дату релиза дополнения в Mythology Pack для двухмерного проекта в жанре Rogue Light Skull The Hero Slayer. Набор, добавляющий 5 черепов, новые предметы и ряд других нововведений, должен стать доступен 15 ноября. Вместе с ним также выйдет большое обновление, приносящее новую главу повествования, финального и скрытого боссов, а также дополнительную концовку. Вместе с анонсом разработчики опубликовали и трейлер грядущего контента. Компания Different Tales представила ролевой симулятор жизни All Life on Water. События игры развернутся в вымышленной стране Сахакома, вдохновлением для которой послужили регионы реки Меконг с плавучими деревнями. Пользователи возьмут на себя роль говорящего с рекой, человека, служащего связующим звеном общества с духовным царством. Помощником героя в общении с решными духами выступит говорящая выдра Ила. Релиз ожидается на ПК в Steam в 2024 году. Точной даты пока нет, но тайтл уже можно добавить в список желаемого. Netflix анонсировали новый анимационный фильм по франшизе «Ведьмак». Лента получила название «Ведьмак. Сирены глубин». По сюжету Геральт отправится расследовать серию нападений в приближенной деревне и в итоге окажется в центре многовекового конфликта между людьми и сиренами. События будут происходить между пятым и шестым эпизодами первого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix. В основу сюжета ляжет рассказ Анджея Сапковского «Немного жертвенности». Самого Геральта озвучит Даг Кокол – голос персонажа в англоязычной версии из серии «Ведьмак» от CD Projekt Red. Премьера ленты намечена на конец 2024 года. Точная дата будет раскрыта позже. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали или же встретили нас впервые, а также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по новостям. Напоминаем также, что у нас есть канал в TikTok, где два раза в день выходят короткие сводки новостей, и группа в Telegram, где доступен весь наш контент, включая подборки скидок на игры для разных платформ, календарь событий на каждый день и периодические короткие обзоры на игры, фильмы и сериалы. Ссылки под видео. Там же ссылки на нашей странице Boosted Nation Alerts для помощи в существовании и развитии канала. Большое спасибо и до новых встреч!